Добрый день дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу пофантазировать и приготовить пирог 2 капусты. Одна капуста цветная замороженная, одна белокочанная. Значит вот она свежая, но мне нужно бланшировать листья сейчас, ну как на голубцы мы делаем. Я вырежу кочерыжку и в воде сниму, ну несколько листиков буквально понадобится. Можете и в пакет положить в микроволновку, кто как привык. Тут удобным для вас способом. Так, а цветную капусту в подсоленной воде буквально пару минут проварю, даже полторы минутки хватит. Вот закипела и выключу. Ладно, пойдемте готовить. Я вот капусту достала, смотрите она еще парит. Я вы знаете вот так, с пакета ее прям и в микроволновку. Зато у меня вот осталась еще тут полностью, скажем так, нетронутая капуста, которую можно будет и потушить. А если бы в кастрюле бланшировала, то больше вероятно, что вот эта часть бы у меня сварилась. Но тут дело ваше. Если отрицательно относитесь к микроволновке, то лучше в кастрюле. Вот эту толстую часть я сейчас срежу. Все я тут приготовила, это я вам покажу. Ну и выключаю уже цветную капусту. Все, капусту я подготовила. Теперь готовим тесто. Я взяла два яйца. Сейчас быстро. Все это делается быстро. Единственное, нужно с капустой немножко потрудиться. Кстати, если есть брюссельское, можно брюссельское, можно брокколи взять. Чуть-чуть соли, чуть-чуть перчика душистого. Я сюда добавлю сушеный чеснок. Кстати, чеснок брала в магазине чижик. Я сейчас все тестирую из чижика. Ну так, попробовала аромат. Я не скажу, что сильный. Слабенький, но есть. Так, яйца разбиваю. Чесночка прям побольше, потому что, я же говорю, слабоватый запах. Молочко сюда. Я пропорции вам потом все это оставлю. Теперь смотрите, у меня сметанки нету, но у меня есть домашний майонез. Я буквально, наверное, пару ложечек для вкуса все-таки положу. Если есть сметанка, можно там 50-70 грамм сметанки добавить. Вот такая заливочка у нас очень вкусная. Ну и добавлю чуть-чуть для связки муки. Так, одна ложечка. Сейчас размешаю. Ну, наверное, 2-3 ложки я добавлю для связки. Так, вроде бы в тесто ничего не забыла. Молоко, яйцо, сметана и чуть муки. Не хотите муку, можно манку взять. Тоже подойдет. Пусть постоит, мука расправится. А мы займемся как раз листьями. Так, беру форму. Форму. Теперь, смотрите, я хочу чуть-чуть сюда насыпать панировочных сухарей. Ну, как основа, чтобы не смазывать ничем. А вот сухарики пойдут так. Ну, и теперь буду выкладывать листочки. Так, это будет у меня донышко. Вот так раз. Где целеньким так вот наверх, обрезочки вовнутрь пойдут. Видите, даже маленький кусочек. Ничего, все уложится. Мы капусту очень любим. Кстати, она и полезная. Вот у кого сахарный диабет, вот эти рулеты такие, пироги. Замечательно. Так, сейчас чуть-чуть еще тесто у меня не расправилось. Так, постояла, расправилась. Чуть-чуть проливочку сюда сделаю. Вот так. Хотя я понимаю, что оно все просочится. Но для уверенности пусть капелька будет. Теперь у меня здесь уже вот садилась цветная капусточка. Вот сюда ее добавляю. Я же говорю, если бы была там, допустим, брокколи брюссельская, можете добавить сюда. Она будет и красиво смотреться, такие зеленые крапления. Кстати, можно горошек зеленый сюда тоже добавить. Кукурузу. Вот что еще? Хотела добавить кусочки грудки. Но потом думаю, нет, пусть будет вот одна капуста, значит одна капуста. А вам как вариант, предлагаю, хотите, добавьте сюда кусочки грудки. Так, ну чуть осталось. Сейчас уже доверху так уплотню. Сейчас. Вот так ложкой прямо уплотняю. Все по-домашнему, где руками, где ложкой. Теперь заливка сюда. Так, чуть-чуть наверх оставлю. Вот она, видите, прямо доверху. Тут нужно рассчитать пропорции капусты с вашей формой, чтобы вот она у нас была покрыта. Ну, если вдруг не хватило, ну, подлейте чуть-чуть молочка. Можно опять чуть-чуть вот так жидкости здесь подвели и подлили. Все, закрываю опять капустой. Хотя мы потом будем переворачивать. Вот так сюда чуть подгибаю пальчиками. Понимаете, да? Потом раз, кувырок будет, и это будет у нас с вами донышко. Вот так. А это придаст нам румяную корочку. Пусть все и туда просочится, и на низ. Все. Духовка 180 градусов. Минут 30-40 буду запекать. Вот такой пирог. У меня вот немножко осталось. Вот, буквально капельку. Значит, что? Я сейчас это все нарежу. Сюда одно яичко вобью, чуть-чуть муки, и вот уже будут у меня оладушки. Достала пирог из духовки. Вот, видите, был накрыт фольгой. Полчаса прошло, я фольгой накрыла. Вот эта корочка начала у меня гореть, я накрыла фольгой. И еще заодно вот так вот приоткрыла, посмотрела, чтобы внутри все было хорошо пропеченное. Все. Так что последние минуты накройте фольгой. А это мой корж, который я сделала из остатков капусты. Видели, какой у меня короткий смешной ролик вышел, где я его уронила на плиту? Посмотрите. Так что не все гладко получается. Но, кстати, так вкусно с чесночком, с перчиком объедение. Ладно, буду надеяться, что этот удачно переверну. Ну что, смотрится великолепно, правда? Даже сразу и не скажешь, что это все капуста. Вот эта заливочка все вокруг пирога, так сказать, облила. И очень даже симпатично. Ну что, я сейчас его разрежу. Что у нас получилось? Я думаю, это очень вкусно. А главное, это еще и полезно. Согласитесь. Пишите, хотели бы кусочек такого пирога. Смотрите, все хорошо пропеклось. Сейчас я вот так его положу. Вот и снизу румяная корочка. И здесь можно со сметанкой, можно с кетчупом. Он хорошо, плотно держит форму. Я думаю, в холодном виде он будет прям еще плотнее. Что, я кусочек попробовала. Видите, он еще парит. Вот такой красивый. На мой вкус чуть-чуть бы соли еще. И чуть-чуть бы специй побольше. Вот в плане чесночка. Все-таки слабоватые были такие специи. Я люблю, вот чтобы ярко был выражен вкус. Но его же всегда можно что, подкорректировать? Либо кетчупом, либо там майонезиком. А кто вообще на правильном питании, так и ничего не добавляйте. А вот насчет грудки подумайте. Мелко нарезать грудку и сюда добавить. Во, отлично будет. Как всегда, я вам даю идею. А вы пробуйте, экспериментируйте. Всех ценю, всех люблю. И как обычно, приходите завтра.